Знаменитый ОСНАЗ. Какие только легенды не ходили об этом спецназе по всем фронтам. И про то, что один ОСНАЗовец может целое отделение фрицев на фарш пустить. И про то, как ОСНАЗовцы голыми руками фашистские танки останавливают. И чуть ли не самолеты из рогатки сбивают. И ведь эти легенды ходили не среди сопливых первоклассников, а среди матерых, уже видавших виды бойцов. Почему? И была в них хоть какая-то капля правды? Да смотрите видео до конца и узнайте. Приветствую, на связи Нью-Солдат. Когда речь заходит о частях специального или особого назначения, то первое, что приходит на ум, это спецназ ГРУ. И мало кто вспомнит, если даже и знал, о таком подразделении, как ОСНАЗ. Что это за аббревиатура такая? Расшифровывается просто — подразделение особого назначения. А ее бойцы выполняют задачи радиотехнической и радиоразведки. Последняя в России возникла еще в русско-японскую войну. Создателем ее являлся адмирал Макаров. Применялась она военно-морским флотом. После революции 1917 года власть в стране кардинально поменялась, как и политический строй общества. Возникли новые вооруженные силы — Красная армия. 13 ноября 1918 года в составе регистрационного управления было создано первое подразделение радиоразведки. Приемно-контрольная станция в Серпухове его начальником являлся некто Иванов. В 30-е годы радиоразведка обрела самостоятельность. Ее подразделение вывели из частей связи и передали в разведывательное управление штаба Красной армии, где организовали целый отдел радиоразведки. Он руководил отдельными дивизионами особого назначения, сокращенно ОРД ОСНАСС, которые в годы Великой Отечественной войны стали основной организационной единицей. Официальным днем рождения ОСНАСС считается 2 октября 1941 года, когда приказом по НКВД особые группы были сведены в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения. Соединение находилось в прямом подчинении у Наркома внутренних дел Берии. Бригада состояла из управления, двух полков трехбатальонного состава, минометной и противотанковой батареи, инженерно-саперной роты, роты парашютно-десантной службы, роты связи, автомобильные роты и роты материально-технического обеспечения. Надо отметить, второй батальон первого полка состоял практически полностью из иностранных граждан. Костяк составляли бойцы интербригад, выжившие в гражданской войне в Испании и обладающие огромным опытом именно партизанской войны. В составе полка были австрийцы, болгары, испанцы, итальянцы, немцы, чехи и представители еще десятка национальностей. Как вы считаете, друзья, насколько разумно было делать такой многонациональный состав? Своими мыслями на этот счет делитесь в комментариях под видео. Основной задачей бригады была отправка на оккупированные территории разведывательно-диверсионных групп. Одно-два отделения из 15-30 человек редко, когда больше. На их основе на месте формировались мощные партизанские отряды. Можно сказать, что бойцы УСНАЗа являлись центром кристаллизации для окруженцев и местного населения. Из таких групп выросли знаменитые партизанские отряды. Олимп, впоследствии партизанская бригада Дзержинского, победители, ходоки, соколы и охотники. Отряды из первоначальных нескольких десятков человек вырастали в целые партизанские дивизии, в десятки тысяч бойцов. Стоит заметить, что бригаде пришлось повоевать и в окопах. В тяжелое время битвы за Москву подразделения УСНАЗа отправлялись на самые опасные участки фронта. Минометные противотанковые роты практически ежедневно перебрасывались с одного участка фронта на другой. Стрелковые части вовсю работали в ближних тылах противника. Именно инженерно-саперная рота УСНАЗа минировала Москву, когда не было полной уверенности, что столицу удастся отстоять. По воспоминаниям бойцов, минировалось абсолютно все, вплоть до центральных проспектов. Город готовили к уличным боям. В первую очередь минировались здания, которые немцы могли использовать для размещения штабов. Взрывчатки не жалели, только на ближней даче Сталина было заложено более 20 тонн тротила. Особенно сложно приходилось на промышленных предприятиях. Работу никто не останавливал. О том, что делают молодые люди в форме, зачастую знали только директор завода и начальник первого отдела. А нужно было заложить сотни тонн взрывчатки, таясь от всех работников завода. Им же пришлось разминировать столицу после того, как немцы отбросили. Между тем, в ноябре 1942-го происходит очередная реформа. В состав внутренних войск были приняты от Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии, Полевые управления специальной службы и радиостанции ОСНАС. Они были переформированы в отдельные дивизионы спецслужб, Центральную и отдельную радиостанции войск НКВД. На них возлагались задачи разведки радиоэфира, осуществления радиоперехвата, шифрованной радиопереписки, предварительной обработки этих данных с радиосетей и отдельных радиоточек. За годы войны радиоразведка не один раз добывала для советского командования ценные сведения. К примеру, радиоразведку применяли в битве за Москву в ходе Курской битвы. А зимой 1945 года советской радиоразведке удалось вскрыть переброску в Венгрию 6-й танковой армии СС. Кстати, друзья, хотите узнать, как стать разведчиком? Тогда смотрите одноимённое видео на канале. Ссылка на него уже ждёт вас в описании к этому ролику. В период с 18 по 25 февраля в районах Капривница, Дьюрдьевиц, Веровица радиоразведкой была выявлена работа четырёх штабов танковых дивизий противника, входивших в состав этой арки. Эти данные радиоразведки, вкупе с другой развединформацией, позволили сделать вывод о готовящемся наступлении немцев в марте 1945 года в районе озера Болотон. В общей сложности за время Великой Отечественной войны бригадой АСНАЗа было уничтожено 1415 эшелонов противника с живой силой, техникой, боеприпасами и продовольствием. Пять бронепоездов, 1232 паровоза, 13181 вагон, платформа и цистерна, 2323 автомобиля, подорвано 92 километра рельсовых путей, взорвано 355 мостов, уничтожено 145 танков и бронемашин, сбит 51 самолёт. В результате диверсии уничтожено 344 предприятия и складок. Проведено 1084 боестолкновения с противником, уничтожено 122 гарнизона и штаба. Ликвидировано 87 высших чинов вермахта и рейха. В открытом бою и диверсионными актами уничтожено 136 130 солдат и офицеров противника. Выявлено и ликвидировано 2045 немецких агентов. 7103 бойца бригады АСНАЗа награждены орденами и медалями. Из них 20 человек представлены к званию Героя Советского Союза. Лайк солдатам! Обязательно! Ставим его ролику и продолжаем просмотр. После окончания войны сфера деятельности радиоразведки значительно увеличилась. Её начали вести не только с суши, но также с моря и с воздуха. Реформы шли одна за другой. До распада СССР отряды АСНАЗ подчинялись 1-му отделу радиоразведки 6-го управления ГРУ. Этот отдел руководил так называемыми подразделениями АСНАЗ, входившими в военные округа и группы советских войск в Венгрии, ГДР, Польше и Чехословакии. Под руководством отдела радиоразведки АСНАЗ выполнял функции перехвата сообщений из коммуникационных сетей стран НАТО, объектов радиоразведывательного наблюдения со стороны ГРУ. Бытует мнение, что в советские времена в подразделениях АСНАЗ проходили службу практически все отпрыски народных руководителей. Вот что писала белорусская деловая газета об этом подразделении. Утверждение некоторых военных, что дедовщина неискоренима, потому как уходит корнями в гражданку. В АСНАЗе, мягко говоря, были лишены всякого смысла. Здесь этой дедовщины, даже в самый ее разгул, пришедшийся на 70-е и 80-е годы, не было. Существовала лишь некая традиция деления на духов, бойцов, черпаков и дедов. И еще считались дни до приказа. Дальше этих невинных шалостей дело никогда не заходило, да и те тщательно скрывались от офицеров. Конечно, как и в любом человеческом сообществе, между солдатами возникали иногда мелкие конфликты. Драки, пьянки и прочие нарушения дисциплины пресекались на корню. А если и возникал у кого-нибудь синяк под глазом, то не чаще, чем раз в 2-3 года. И это, смею вас заверить, как бывший служащий этой самой части, было настоящим ЧП. Увольнения каждые выходные. Вечером в пятницу подъезжали черные волги и забирали великовозрастных детишек отъедаться домашними пирожками. Про оперативное дежурство с прослушиванием вражеских частот следует рассказать отдельно. Представьте себе большой зал, где в два ряда расположены около трех десятков мощнейших радиоприемников и около 15 магнитофонов. На каждый пост, где дежурят по очереди 2-3 солдата, приходится по два радиоприемника и одному магнитофону. Офицеры располагаются в аквариуме и присматривают за всем этим хозяйством со стороны. Чем занимаются на дежурстве солдаты? Конечно же, прослушивают частоты с целью поймать переговоры какого-нибудь самолета НАТО с землей или выход в эфир станции штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Но это в первые полгода. Потом главным объектом наблюдения становились вражеские голоса Сева Новгородцева, радиостанции «Свобода» и прорва разнообразных музыкальных каналов разлагающегося Запада. Огромное антенное поле, располагающееся прямо за окном дежурного помещения, позволяло поймать за хвост практически любую волну. Первая и вторая категории военнослужащих в те годы тащились в основном от тяжелого металла. Прослушивание музыки и тем более вражеских голосов было строжайше запрещено, но уследить за этим не представлялось возможно. Пока офицер выходил из аквариума, пока добирался до поста с целью проверить солдата, тот уже 10 раз успевал сменить частоту. Кстати, одной из причин, почему ВОСНАЗ брали именно золотую молодежь, думается, являлась именно возможность прослушивания всего, чего только душа пожелает. Дети министров и партийных руководителей были самыми стойкими ребятами в этом плане. Они довольно вольготно чувствовали себя при социализме и, естественно, не подавались враждебной пропаганде. Слухачами ВОСНАЗе называют тех, кто сидит на перехвате радиостанций противника, работающих на морзянке. На эти посты попадали в основном призывники третьей и четвертой категории варгности. Человеку со стороны кажется, что выучить азбуку морза довольно сложно. Все эти точки, тире, разве можно уловить невообразимое количество их комбинаций? Можно. И в армии уже давно существует эффективная система их усвоения. Эта система основана на мелодийном и ассоциативном восприятии окружающих звуков. Например, буква А звучит Ай-да, а цифра 4 ЧЕТ-ВЕ-РЕ-ТИ-КА. Иногда поток точек и тире преобразовывается в немыслимо запутанное словосочетание, понять которое в состоянии только настоящие слухачи. Микрофоны. Это те, кто ловит разговор пилотов натовских самолетов, который ведется уже не на морзянке, а на обычном английском. Эти посты находились в наиболее привилегированном положении, и сюда попадали главным образом призывники первой и второй категории. Кстати, в 88-м году, когда Горбачев начал массовое разоружение советской армии, микрофоны, взаимодействующие с системой ПВО, были приведены на боевое дежурство. Эта мера была продиктована возросшим интересом натовских разведывательных самолетов к территории СССР. В 1988 году одному из микрофонов удалось даже перехватить разговор подобного самолета, запрашивавшего у командования разрешение на проникновение в воздушное пространство Советского Союза. Наглеца тут же запеленговали и передали на досмотр системе ПВО, а доблестный микрофон получил в подарок от командования именные часы. БП, как и слухачи, комплектовались из третьей и четвертой категорий призывников. Разница заключалась в том, что БПшниками становились те, кто не смог освоить азбуку Морзе. БП — это трели различных зашифрованных звуков, наподобие тех, что мы слышим во время отправки факса. Никаких особых навыков в освоении этой воинской профессии не требовалось, и поэтому среди иерархии радиоперехватчиков она занимала самое последнее место. Сахарная служба была у пеленгаторов. Точки пеленга находились не только в описываемой нами части, но и по всей необъятной территории бывшего СССР. Это маленькие подразделения в 10-20 человек с тихой домашней атмосферой внутри. Располагались они где-нибудь в поле и были подконтрольны фактически только лейтенанты, которые относились к солдатам как к братьям админ. В пеленгаторы попадали практически все категории призывников. Но была одна особенность. На дальние точки командование АСНАЗа часто отправляло солдат, склонных к нарушению военной дисциплины. И поэтому туда особенно никто не стремился, предполагая, что там царит полнейший беспредел. Только спустя годы, когда пеленгаторы встречались со своими бывшими сослуживцами, неожиданно прояснялось, что дальняя точка — это вовсе даже неплохо. Друзья, если вам есть чем дополнить наш сегодняшний выпуск, то обязательно сделайте это в комментариях под видео. На этом все. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok